Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги «Деяния апостолов» перевод Международного библейского общества читают для библейского портала «Экзегет». Вот у нас в этих главах речь идет о том, как Павел, ну, Савл, который уже называется Павлом, вместе с Варнавой, иногда и с другими какими-то христианами, путешествует по Малой Азии и обращает местное население. Начинает он проповедь к иудеям, но иудеи особо не слушают, и более того, их руководство противодействует апостолам, побивая даже их камнями, и тогда они обращаются ко всем, и какое-то количество язычников становится христианами. Уже у нас была история про Петра и Сотника, Корнилия, из которой стало ясно, что, да, Бог принимает язычников, которые к ним обращаются, но по-прежнему остается неясным очень много, а как, собственно, этим язычникам себя вести? Им надо быть иудеями, наверное, отчасти, да, то есть им надо сначала стать иудеями, а потом, как иудеи, они принимают мессию, которого ждет Израиль, то есть Христа, и становятся христианами. Или как-то иначе. Из иудеев в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев. «Если вы не будете обрезаны по обычаю, установленному Моисеем, вы не можете быть спасены». Вот, ровная точка зрения. Это привело к изногласиям и горячему спору между ними с одной стороны и Павлом и Варнавой с другой. Тогда Павлу и Варнаве поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с апостолами и старейшинами. А почему Павла и Варнава против? «А зачем становиться иудеями, если спасает Христос?» А не обрезание, не иудаизм. Об этом в посланиях у Павла будет очень много. Но они готовы это обсуждать. Получив помощь от церкви, они пошли через Финикию и Самарию, рассказывая там об обращении язычников. То есть они заодно еще и несут какой-то денежный вклад для иерусалимских христиан, христиан, потому что Антиохия – довольно богатый город, а Иерусалим не такой. Эта весть вызвала у всех верующих большую радость. То есть они сообщают о том, что язычники стали христианами, но это вызывает определенный вопрос, но самое главное – это вызывает радость. И это очень важно, что такие вещи начинаются как радостное сообщение. В Иерусалиме они были приняты членами церкви, апостолами и старейшинами, и прибывшие рассказали им обо всем, что Бог совершил через них. Но верующие, принадлежащие к партии фарисеев, говорили, что язычников следует обрезывать и требовать от них соблюдения закона Моисея. Вот бывшие фарисеи сохраняют свое фарисейское отношение к этой проблеме. Ну и что же делать? Обсуждать. Апостолы и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. После долгих обсуждений Петр поднялся и сказал, «Братья, вы знаете, что с самого начала Бог выбрал из всех нас меня, возвещать слово радостное вести язычникам, чтобы они уверовали». Бог знает сердца людей, Он дал свидетельство того, что принимает и уверовавших язычников, даровав им Святого Духа так же, как и нам. Он не делает никакой разницы между ними и нами, потому что Он через веру очистил их сердца. Так зачем же вы испытываете Бога, возлагая на шее учеников бремя, которое не в состоянии были нести ни наши отцы, ни мы? Нет. Мы верим в то, что получаем спасение по благодати Господа Иисуса так же, как и они. То есть ветхозаветный закон не дает спасения. Тогда все затихли и стали слушать рассказы Варнавы и Павла о знамениях и чудесах, которые Бог совершил через них среди язычников, как свидетельство того, что их подход верен и принят Богом. Когда они закончили, Иаков, Иаков, очевидно, так называемый брат Господень, то есть близкий родственник Иисуса и глава Иерусалимской общины. Иаков сказал, «Братья, послушайте меня». Симон рассказал нам о том, как Бог впервые решил составить из язычников народ для себя. Об этом говорили и пророки, как написано. «Затем я возвращусь и восстановлю павшую скиню Давида и восстановлю ее руины, и воссоздам ее, чтобы оставшиеся из людей и все народы, которые были названы моим именем, стали искать Господа». Так говорит Господь, который объявил об этом издревле. Поэтому я считаю, что мы не должны создавать трудности для язычников, обращающихся к Богу. «Напротив, мы должны написать им письмо, предупредив ли, чтобы они воздерживались от вещей, оскверненных идолами, от разврата, от мяса удушенных животных и от крови». То есть, собственно, единственное требование Моисеева закона ритуального характера – это мясо удушенных животных и кровь не есть, поскольку в крови жизнь. Ну а разврат и идолослужение, понятно, что и для христианина настолько же отвратительны. И что бы ни делали другим того, чего себе не желают? Тоже простейшее этическое правило еще в Ветхом Завете есть. Ведь закон Моисея издавна возвещается в каждом городе и считается в синагогах каждую субботу. То есть, ничего сверх этих минимальных требований не нужно. Спасительно сама по себе вера во Христа, принятие крещения и участие в церковной жизни, а не соблюдение некоторого количества, пусть даже и записанных в законе Моисеевым ритуалов. Апостолы и старейшины вместе со всей церковью решили выбрать несколько человек из своей среды и послать их с Павлом и Варнавой в Антиохию. Они выбрали Иуду, которого еще назвали Варсавой, расширяется круг этих миссионеров, и Силу. Эти двое были руководителями среди братьев. С ними передали такое письмо. Братья апостолы и старейшины, братьям из язычников, находящимся в Антиохии, Сирии и Каликии. Приветствуем вас. До нас дошли слухи о том, что некоторые люди, пришедшие от нас, привели вас в замешательство. Своими словами взволновали ваши умы, но мы ничего им не поручали. Поэтому мы с общего согласия решили выбрать из нашей среды несколько человек и послать их к вам вместе с нашими дорогими Варнавой и Павлом, которые рисковали своей жизнью ради имени нашего Господа Иисуса Христа. Мы посылаем к вам также Иуда и Силу, чтобы они на словах подтвердили то, что мы пишем. «Святые Духи, мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований. Воздерживайтесь от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от разврата. И не делайте другим того, чего себе не желаете. Если вы будете соблюдать это, то поступите правильно. Всех благ». Вот важный принцип вера во Христа, и внешнее оно остается второстепенным. «Посланы отправились и пришли в Антиохию. Там они собрали церковь и вручили письмо. Люди читали его и радовались, ободряющие вести. Иуда и Сила, которые сами были пророками, своими словами ободряли и воодушевляли братьев. Они провели там некоторое время, и братья с миром отпустили их к тем, кто их послал. Сила, однако же, решила остаться, а Иуда вернулся в Иерусалим. Павел и Варнава остались в Антиохии. Там они и с ними, и многие другие учили, и возвещали слово Господа». Спустя некоторое время Павел предложил Варнаве «Давай посетим братьев во всех городах, где мы возвещали слово Господне, и посмотрим, как идут у них дела». Вот тоже он не просто основал эти общины, но он возвращается к ним, чувствуя ответственность за них. Варнава хотел взять с собой Иоанна, которого называли еще Марком. И, судя по всему, это евангелист Марк, он уже упоминался несколько раз. Но Павел не хотел брать с собой того, кто оставил их в Памфирии, не помог исполнить порученную работу. Вот конфликты тоже были. Это вовсе не такое вот гладкое, абсолютно ровное поле. Там разные истории. Разногласие по этому вопросу было столь острым, что они расстались. Варнава взял Марк и отплыл на Кипр, а Павел выбрал силу, и, будучи верен братьям благодати Господа, отправился в путь. Вот разделение. Павел проходил через Сирию и Киликию, утверждая церкви, и заодно основывая новые. Эта история, конечно, будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова